Привет, друзья, на связи МК. После выставки CS22 стало ясно, к чему всё идёт. И 22-й можно смело называть годом ноутбуков. AMD показала свои мобильные Ryzen 6000 с быстрой интегрированной графикой и поддержкой DDR5, новые видеокарты 6000M и S, а Intel выкатила мобильную линейку Intel 12-го поколения. Презентации всех компаний так или иначе касались ноутбуков, а с учётом того, что десктопные видеокарты дешеветь пока не собираются, в этом году ещё больше людей станут обладателями ноутбуков. Хотят они этого или не очень. Мы сработаем на опережение и ответим на главные вопросы. На что стоит обращать внимание, что является второстепенным, какие есть подводные камни и маркетинговые уловки. На связи МК, поехали. При покупке большинства ноутбуков нужно держать в уме то, что вы не сможете поменять в них ни процессор, ни видеокарту. Они распаяны на материнской плате. Нет, возможно, хороший сервис сможет произвести вам апгрейд, но его цена будет просто космической, что сделает эту процедуру абсолютно бессмысленной. Существуют редкие звери с полноценными процессорами и съёмными MXM видеокартами, но и тут всё упирается в цену, которая удивит даже на фоне стоимости десктопных видеокарт. Модульный ноутбук XMG в топовой комплектации обойдётся вам в 5000 евро. К слову, XMG одна из крупнейших компаний, которая производит барибоны, шасси для создания таких лэптопов. В России неплохо известен её конкурент в лице Клева. Именно на её базе делалось множество ноутбуков Dexp. Возвращаясь к обычным ноутбукам, хочется разрушить миф о том, что самая важная часть лэптопа — это видеокарта. Почему? Мы живём во время, когда мощность процессоров растёт очень быстро. Несколько лет назад отличным решением для игр считался 4-ядерный Core i5-7300HQ. Теперь на его место пришёл аж 12-ядерный Core i5-12500H, а текущие Core i3 оказываются быстрее не самых старых Core i7. Разумеется, в десктопах эта проблема решается простым апгрейдом. А что мы видим в случае с ноутбуками? Около 5 лет назад были достаточно популярны решения на 4-ядерных Core i5 вместе с GTX 1060. Эта карта не просто так стала народной. Даже её мобильная версия неплохо тянет игры в Full HD, нередко на высоких настройках графики. А вот 4-ядерному низкочастотному Core i5 приходится очень туго. В том же Need for Speed Heat и Assassin's Creed Odyssey он нагружен по максимуму. При этом видеокарта прохлаждается, что приводит к фризам и дискомфорту в геймплее. И кручение настроек графики тут поможет слабо. Большая часть игр нацелена именно на видеокарту, а не процессор. Вот и получается, что в долгосрочной перспективе именно мощная CPU обеспечит вам плавный геймплей. И даже если перестанет справляться видеокарта, это всегда можно решить кастомными настройками графики, ниже минимальных. В особо тяжелых случаях поиграть в киберпанк можно даже на GT 1030, скрутив масштаб рендера до 50% от 720p. Конечно, картинка получается откровенно мыльной, но пройти сюжет на минимальной сложности суровому челябинскому геймеру в условиях тотального дефицита, это едва ли помешает. Но опять же, при важном условии, если игру тянет процессор. Поэтому, даже если вы сейчас ищите ноутбук с достаточно простой RTX 3050, нет смысла экономить и брать его с четырехъядерными процессорами. Да, на данный момент они справляются с любыми современными играми, но что будет через несколько лет, ведь гонка ядер продолжается. Не просто так Intel готовит аж 24-ядерный Core i9 13-го поколения. Четырехъядерные процессоры давайте оставим для совсем простых ноутбуков с интегрированной графикой, видеокартами линейки NVIDIA MX или дискретками уровня GTX 1650 и RTX 2050. Для видеокарт уровня RTX 3050, 3050 Ti и 3060 имеет смысл брать лэптопы с шестиядерными процессорами, а для всего выше стоит не скупиться и брать восьмиядерных монстров. И тут нас ждет очередной подвох. Давайте зайдем на официальный сайт AMD и внимательно изучим характеристики ее быстрых мобильных процессоров. Так, у компании есть свежий шестиядерный Ryzen 5 6600H с бустом до 4,5 ГГц и теплопакетом в 45 Вт. И есть, например, уже восьмиядерный Ryzen 7 6800H с бустом до 4,7 ГГц и ровно таким же теплопакетом в 45 Вт. Получается, AMD победила законы физики, и лишние два ядра ничего не потребляют. Разумеется, это не так. Просто нужно понимать, что теплопакеты давно уже стали маркетинговыми, и топовые мобильные CPU Intel и AMD под нагрузкой могут на некоторое время выходить ощутимо за пределы своего TDP. И, разумеется, такое количество тепла нужно куда-то рассеивать, поэтому система охлаждения начинает играть яркими красками в тепловизоре. Например, в случае с восьмиядерным Core i7-11800H результаты бенчмарков у различных лэптопов могут отличаться аж в полтора раза. И это неудивительно. Если в монструозном Alienware размером с чемодан процессор легко потребляет аж 140 Вт, то в более простом Dell ровно такой же процессор ограничен уже 63 Вт, что печально сказывается на его производительности. С мобильными видеокартами все еще запутанней. Если в десктопах мы привыкли, что различные версии той же RTX 3060 отличаются в худшем случае на десяток процентов, то в мобильном сегменте мы снова видим разбег теплопакетов от 60 до 130 Вт. Схожий разброс есть у всех мобильных видеокарт NVIDIA, что временами приводит к веселым результатам. Так 130-ваттная 3060 оказывается быстрее 80-ваттной 3070. Какой из этого всего следует сделать вывод? Не верьте характеристикам на бумаге. Изучайте не общие тесты производительности мобильного процессора или видеокарты, а их возможности в конкретно интересующем вас ноутбуке. Помните, что мы живем в мире процветающего маркетинга, и формально мощные названия типа Core i9 и RTX 3080 на деле в тонком ноутбуке могут оказаться просто пшиком. Давайте немного отвлечемся от железа и перейдем к другим важным параметрам ноутбуков, о которых многие незаслуженно забывают. И, пожалуй, один из самых главных – это дисплей. В него мы смотрим 99% времени. Заменить его на лучший вы, скорее всего, не сможете, поэтому сразу нужно брать вариант с качественной матрицей, особенно если вы не планируете подключать внешний монитор. И тут главное, что нужно помнить, если вы увидели у ноутбука ТН-матрицу, ищите следующую модель. Удивительно, но такие дисплеи не остались в аналах истории. На e-каталог я нашел почти 2000 моделей. ТН-дисплеи уже безнадежно устарели в случае с ноутбуками, так как имеют отвратительные углы обзора, низкую яркость и плохую цветопередачу. IPS-матрицы уже достаточно сильно подешевели, можно найти ноутбуки с ними даже в пределах 15 тысяч рублей. Еще не стоит ограничивать себя 60 Гц. Даже в случае с GTX 1650 в киберспортивных играх типа CSGO легко можно получить свыше 300 FPS. А RTX 3060 позволит достичь 100 кадров во многих играх, если не выкручивать настройки графики в потолок. Да даже в базовых задачах типа скроллинга странички в браузере 144-герцовые матрицы ощущаются куда более плавными, чем их 60-герцовые аналоги. А вот гнаться за высоким разрешением не стоит. Full HD на 15 дюймах будет выглядеть куда четче, чем даже 2К на 27. Поэтому брать лэптопы с 4К-матрицами для игр и тяжелых графических задач нет никакого смысла. Разница с Full HD в качестве картинки будет минимальна, а вот падение производительности очень и очень существенное. Что касается OLED-матриц, то они стали все больше проникать на рынок ноутбуков, и ситуация с ними двоякая. С одной стороны, они ощутимо более дорогие, чем IPS-решение. С другой, большая часть панелей ограничена частотами от 60 до 90 Гц, то есть в игровых лэптопах их не встретишь. К тому же многие такие матрицы имеют шиммерцание на низких частотах, что может вызывать усталость. Поэтому тут все индивидуально. Если вы часто смотрите фильмы, то точно порадуйтесь за максимально глубокий черный цвет у OLED-мониторов. Широкий охват цветовых диапазонов позволит вам обрабатывать фото и видео на профессиональном уровне. Ну а если вы больше играете, имеет смысл за те же деньги присмотреться к быстрым IPS-панелям. Очень удобно подбирать ноутбук под свои задачи на e-каталог. Для вас в описании мы подготовили актуальную подборку ноутбуков с IPS-дисплеями и хорошим балансом процессора и видеокарты. Ищите ссылку в описании. Что у нас там дальше? ОЗУ и SSD. В большинстве лэптопов, даже достаточно тонких, эти компоненты не припаиваются, то есть их можно заменить. Отсюда возникает вполне понятное желание взять лэптоп с 8 гигабайтами памяти и минимальным SSD, чтобы потом произвести апгрейд в будущем, который зачастую обойдется дешевле, чем изначально покупка ноутбука с 16-32 гигабайтами и терабайтным SSD. Однако тут есть подводные камни. Во-первых, не все производители разрешают пользователям заглядывать под крышку ноутбуков, поэтому важно уточнить этот пункт перед покупкой лэптопа. Не стоит забывать, что современные мобильные решения легко греются до сотни градусов, поэтому лишаться гарантии за апгрейда явно не стоит. Во-вторых, если вы решили проапгрейдить свой лэптоп, то стоит перед покупкой внимательно изучить вопрос с конфигурацией памяти, так как в некоторых случаях 8 гигабайт стоят не одним модулем, а двумя по четыре, из-за чего покупка еще одной планки на 8 гигабайт даст вам не 16, а лишь 12, и в неполноценном дуал-режиме, из-за чего он будет даже слегка медленней старых 8 гигабайт памяти. С SSD ситуация ровно аналогичная. Далеко не каждый лэптоп имеет второй слот M.2. Еще несколько лет назад были очень популярные ноутбуки с небольшим SSD под систему и терабайтным HDD под все остальное. Но от этой формулы в 22-м пора отказаться. Во-первых, некоторые игры уже имеют в системных требованиях именно SSD. Да и скорость запуска 40 секунд в случае с последним ассасином и больше минуты будет грузиться новый флайт-симулятор. При этом даже простой SSD снижает это время в разы. Да и уже прошли времена, когда твердотельные накопители стоили действительно дорого. Сейчас SSD на терабайт можно найти за 6-7 тысяч рублей. Лишь вдвое дороже жесткого диска с таким же объемом. Если вспомнить про звук, то тут важно понять одно. Для игры вам все равно придется надевать наушники. В ноутбуках динамики разнесены слишком слабо, чтобы четко угадывать по звуку, например, направление выстрела. Для всего остального есть модели с сабвуферами и откалиброванными при помощи Dolby Atmos или Harman Kardon динамиками. Еще бытует миф, что мощные ноутбуки с дискретной графикой живут мало. Но это не так. Все дело в том, что современные процессоры имеют множество функций энергосбережения, вплоть до снижения частот ниже гигагерца. А дискретная графика вообще может отключаться. Ведь возможностей интегрированной обычно с лихвой хватает даже для просмотра 4K-видео на YouTube. Вот и получается, что современные игровые ноутбуки в серфинге могут жить и 5, и 7, и даже 10 часов. Ну а, конечно, подводные камни тут есть. Во-первых, такая автономность возможна лишь при несерьезных задачах. Запуск игры обычно резко снижает время работы до часа двух. Во-вторых, в большинстве игробуков производительность при работе от батареи принудительно снижается. Но в любом случае, если вы не планируете серьезно работать в дороге, найти лэптоп, который протянет весь рабочий день, не проблема. И под конец остается рассказать про компоненты лэптопа, о которых в принципе можно забыть. Во-первых, это клавиатура. Да-да, не удивляйтесь, это не просто так. Все дело в том, что даже в недорогих ноутбуках за 30-40 тысяч рублей с ними уже нет никаких проблем. Даже в простых игробуках вы нередко получите неплохое решение с возможностью нажатия пары десятков клавиш одновременно и красивой RGB-подсветкой. С тачпадами все аналогично. Давно уже прошли времена, когда виндобуки имели отвратительные сенсорные панели с собственными драйверами, которые работали достаточно криво. Сейчас даже недорогие решения поддерживают общий драйвер высокочастотного тачпада Windows, поэтому проблем с трех и даже четырех пальцевыми жестами у вас не будет. Схожая ситуация и с портами. Даже Apple поняла, что до однопордового будущего нам еще далеко, поэтому найти ноутбук с парой-тройкой USB, HDMI и слотом под карты памяти проблем не составит. Надеюсь, мы ответили на все основные вопросы. Есть еще, пишите в комментариях. Не забывайте переходить по ссылкам в описании, мониторьте цены на ноутбуки на e-каталог и переходите в наше сообщество ВКонтакте, читайте там ежедневно самые интересные IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.